Вести Карачаева, Черкесия 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 Отмечено, что только за первый квартал Этого года объемом прямой кредитной поддержки предпринимателей региона банкам составил 30 миллионов рублей. Стороны также обсудили продукты, предоставляемые МСП банкам и их актуальность для предпринимателей Карачаева, Черкесия. Председатель правительства Республики предложил провести презентацию продуктов банка для бизнеса Карачаева, благодаря чему большее количество предпринимателей узнают о предоставляемых возможностях. Как мы же сообщали, в предстающую субботу в оригинальной столице на территории гипермаркета «Лента» пройдет традиционное весеннее ярмарка. Свои товары по ценам ниже рыночных на 15-20 процентов представят более 120 предприятий агропромышленного комплекса, пищевой, перерабатывающей легкой промышленности, организации общественного питания Карачаева и других регионов Северокавказского федерального округа. Ярмарка будет работать с 8 до 16 часов. 14 апреля во Дворце культуры Черекеска пройдет ярмарка вакансии. Любой желающий сможет узнать об открытых вакансиях, подготовке по интересующим его направлениям, поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Ярмарка интересна и работодателям. Участие в ней подтвердили практически все крупные компании Республики. Их представители на месте проведут первичное собеседование. К участию в ярмарке приглашаются старшеклассники и их родители. Ведь здесь представят вузы и СУЗы, которые готовят специалистов по востребованным профессиям. Подробности у заместителя председателя правительства Республики Ирины Гербековой. В ходе ярмарки вакансии будут работать столы, на которых будут представлены промышленные предприятия, плюс учебные заведения будут делать свои стенды и представлять свою информацию. Будет проходить такое креативное общение типа мозговых штурмов. И мы будем обсуждать возможности развития промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей народного хозяйства Республики. И хотелось бы обратить внимание, что ярмарка направлена не только на детей, которые заканчивают сейчас образовательные учреждения, которые дальше выбирают свой жизненный путь, но и на взрослых людей, тех, которые хотят поменять профессию, у которых, может быть, возникает такая необходимость найти новую работу. И мы хотим об этом еще раз сказать. Сейчас будут востребованы специальности такие, как реабилитологи, психотерапевты, психологи. Это то направление, которое сейчас активно будет развиваться. Стартовали работы по ремонту участка автомобильной дороги Маякоп-Карачаевск протяженностью 3,6 км, проходящего через заул Кобубаши Зеленчукского района. В настоящее время на объекте ведутся работы по очистке кюветов и формовке обочин. Стартуют также работы по замене земляного основания дороги на оползневых и просадочных участках, после чего начнутся работы по укладке нового двуслойного асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и будут завершены до 1 сентября текущего года. Напомним, реконструкция автомобильной дороги Маякоп-Карачаевск ведутся с 2021 года. В первый год был капитально отремонтирован участок автомобильной дороги протяженностью 10,5 км. В прошлом году провели капитальный ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 5,8 км. В текущем году будет осуществлен ремонт двух участков, в частности, 3,6 км в районе аула Кобубаши и 2,2 км в районе станицы Преградной. Получила также положительное заключение проектно-сметная документация на оставшийся участок дороги от станицы Преградной в сторону границы с Краснодарским краем. В соответствии с планом работ, ремонт автомобильной дороги Маякоп-Карачаевск от станицы Зеленчукской до границы Краснодарского края будет окончен до конца 2025 года. Напомним, всего в этом году в Карачаевске будут отремонтированы 25 км автомобильных дорог и 5 мостовых переходов в рамках реализации программы безопасной и качественной автомобильной дороги в 2023 году. К концу этого года в Учхикене Малакарачаевского района завершится строительство второй школы, которая была построена в селе за последние 7 лет. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале Рашид Тимрезов. В 2016 году в самом густонаселенном микрорайоне Камыш-Кулак открылась новая школа номер 11, рассчитанная на 408 мест. Во втором образовательном учреждении ведутся отделочные работы, монтаж фасада, внутренних стен и перегородок, а также устанавливается новая шатровая кровля. Напомню, что это одна из крупнейших школ в Карачаевске, рассчитанная на 960 ученических мест. Решение о ее строительстве было принято по итогам встречи главы региона с жителями Малакарачаевского муниципального образования, которые рассказали о необходимости дополнительного образовального учреждения. Кроме того, по словам Рашида Тимрезова, после открытия новой школы будет сделан еще один шаг к ликвидации двухсменного режима обучения. Условия для комфортного образовательного процесса будут созданы для всех школьников, учителей и другого персонала учреждения. Туристический потенциал Карачаевске презентовали на выставке «Сокровища Кавказа» в Пятигорске. Региональное министерство туризма совместно с Аландским христианским историко-культурным музеем-заповедником на Северном Кавказе, а также с представителями бизнес-сообщества, представило природные и культурные достопримечательности республики, новые и уже популярные туристические маршруты, а также национальный колорит региона. Помимо этого, в рамках деловой программы выставки «Ярмарки» составился круглый стол с представителями органов власти субъектов Северокавказского федерального округа на тему о перспективах развития делового туризма в СКФО и Южном федеральном округе. Предприниматели Карачаевске могут принять участие в первой кавказской инвестиционной выставке, которая пройдет 3 и 4 мая в многофункциональном выставочном центре Минводы Экспо. Это событие, направленное на развитие регионов, входящих в состав Северокавказского федерального округа. Мероприятие соберет ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа. Эксперты, предприниматели, производители и руководство регионов презентуют новые экономические векторы и бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития. В Прикубанском районе мужчина приговорен к отбыванию наказания в колонии поселения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, рассказывает Елена Дармаграева, представитель прокуратуры республики. Прикубанским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении управления транспортным средством в состоянии опьянения. В суде установлено, что мужчина ранее был осужден за совершение аналогичного преступления, и ему были назначены обязательные работы. Однако должных выводов для себя он не сделал, и вновь в феврале 2023 года, после распития спиртных напитков, сел за руль автомобиля, создавая угрозу безопасности движения. Его преступные действия были пресечены сотрудниками отдела МВД России по Прикубанскому району, когда автомобиль был остановлен и водитель отстранен от управления транспортным средством. С учетом позиций государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течение 5 лет. Как мы же сообщали, началась реализация социального проекта в сфере креативных индустрий, развлекательно-познавательное шоу «Лицо кавказской национальности». Проект реализуется автономно-некоммерческой организацией, институт социально-креативного развития актива при поддержке президентского фонда культурных инициатив, а также различных министерств и ведомств регионов Кавказа. Подробности у продюсера шоу Мадины Лайпановой. Проект «Лицо кавказской национальности» является уникальным в своем роде по масштабу, по географии проекта. Он будет представлять собой познавательное развлекательное шоу, которое познакомит телезрителей с обычаями, традициями народов, проживающих на территории Северного Кавказа, а также покажет красоты природы, которые есть на нашей территории. Приглашаем всех желающих принять участие. Для этого необходимо заполнить заявку в официальной группе некоммерческой организации «Оно Искра». Можно будет найти гугл-форму, отправляйте. Все заявки будут рассмотрены и вполне возможно, что именно вы станете одним из участников, который будет представлять нашу Карачаево-Черкесию в данном шоу. Карачаево-Черкесия Школьникам рассказывают, как появились первые копейки, об исторических денежных реформах их деятелях. Эксперты учат также расшифровывать чеканные рельефы на старинных монетах. Тему продолжит Магомед Беджиев, помощник управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесии. В прошедшем году в онлайн-уроках весенней и осенней сессии приняли участие почти 90% школ и колледжей Карачаево-Черкесии. Всего же учащиеся республики посмотрели вебинары Банка России более 70 тысяч раз. По сравнению с 2021 годом количество просмотров увеличилось как в школах, так и в колледжах на 4 и 6 тысяч соответственно. Подключиться к онлайн-урокам можно как классом или группой, так и индивидуально. Расписание и инструкция по подключению размещены на сайте проекта www.dniterfg.ru В Карачаево-Черкесии стартовал очередной оригинальный этап национального чемпионата Обилимпикс, в котором участвуют школьники и студенты с ограниченными возможностями здоровья. Его цель не просто определить лучшего в профессии, но и помочь им трудоустроиться и специализироваться. В течение нескольких дней молодые мастера будут соревноваться на учебных площадках региона. Тему продолжит руководитель Центра развития движения Обилимпикс в республике Валерий Дорогань. Мы стараемся им предоставить все возможности для получения полноценного образования, для получения полноценной профессиональной подготовки. Это делается для того, чтобы эти люди были готовы к дальнейшей жизни, к дальнейшей профессиональной деятельности. И это и есть наша основная цель. Коллектив «Уны Дэнсы» из Карачаево-Черкесии стал победителем международного конкурса «Звезды над Москвой». По словам руководителя коллектива Ирины Крым-Шамхаловой, всего на сот-жюри было представлено порядка 180 номеров танцевальных коллективов из многих регионов России и Казахстана. Завершился конкурс галок-концертом в Государственном Кремлевском дворце, в котором приняли участие и наши артисты. Во дворце культуры аула Кошхабль Хабетского района составился ежегодный республиканский фестиваль конкурс любительских театров и мастеров художественного слова «Игра и театр», который проходил в рамках республиканского фестиваля народного творчества «Дорогами памяти, дорогами мира». В мероприятии приняли участие 31 мастер художественного слова и 18 театральных коллективов, в том числе 15 детских. Их выступление отценивало жюри, в которое вошли профессиональные режиссеры, актеры, деятели искусств в республике и другие. Ну и в завершении информационного выпуска новости спорта. В Черкесске завершилось первенство СКФО по боксу среди юношей 15-16 лет, в котором приняли участие 140 спортсменов со всего Северокавказского федерального округа. В результате упорной борьбы сборной карача Чикесии победителями стали Карим Тиунаев, Тимирлан Наурузов, Тимур Каблахов, Ожай Лайпанов, Айдемир Каракотов, Инвер Булутуков и Зидан Каракетов. В рамках первенства прошел также бой между боксерами, чей вес не превышает 40 кг, а именно Амиром Аргуновым и Алимом Жентимроковым из Капардино-Балкарии, где наш спортсмен стал победителем по итогам трех раундов. В Черкесске прошел третий республиканский турнир по шахматам Кубок Гагарина, приуроченный к 60-летию первого полета человека в космос, в котором приняли участие около 30 спортсменов. Призерами стали Аслан Тишелеев, Батыр Джанкиозов и Зурабайбазов. Республиканский гидрометеоцентр По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачао-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь. Ветер западный 6,11 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, а в горах местами плюс 2,7 и выше 2,5 тысяч метров сохраняет соловина опасность. В Черкесске кратковременный дождь, ветер западный 6,11 метров в секунду, столбик термометра поднимется до отметки плюс 13. На этом новостной блок завершен. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!